Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вскрываем сундучочки недельные и посмотрим, что же упадет нам на моих трех танков. Друид, паладин, воин. В танковой последовательности будем вскрывать и посмотрим, что же нам упадет. Я надеюсь, до челюсти или до пасти. Да. Поехали. И это ступни. Тот слот, в котором у меня есть легендарка. Привет, один кристалл хаоса. Здравствуй. Итак, делаем выход. Так, заходим на паладина. Ух ты, кстати. Такая вот вам информация небольшая в левом верхнем углу. Может, кого-то заинтересует. Ну, всякое может быть. Может, если вам ключик реально хороший упадет, то я буду вполне не против сходить с людьми относительно более-менее одетыми. Там 800, как-нибудь 90+. Вот такие вот ключики. Потому что они нам нужны. Секунду. Все равно пока загрузочки идут. Очень долгие загрузки. Почему-то потому что, ну, наверное, людей много играет. Варкрафт, конечно, да. Это ж по-любому так происходит. Либо просто оплот паладинов сильно загружен. Это маловероятно, но все же ждем. Комбо, утроба, квартал. Какие бы еще институты дополнить? Какие же мы еще пойдем? Ну, вряд ли мы какие-то больше еще пойдем. Потому что лут очень сильно нам нужен. Вообще чисто с кроком. Там падают всякие полезные реликвии для дамагеров моих. Да и я бы сам не отказался от каких-либо реликвий для воина своего. Колечки всякие по типу усиления магического дамага на 5%. Ну, используемое вот это кольцо с кулдауном в 3 минуты и действием 12, там, что ли, секунд. Типа оно очень хорошо заезжает на такие классы, как рыцарь смерти в специализации лед и охотник на демонов в дамагерской специализации. Именно поэтому мы большую часть времени проводим конкретно в катакомбах. На самом деле хочется ходить их выскоуровневые по типу там 15-х, 14-х или хотя бы уж ладно 13-х. Но большинство людей зачем-то до сих пор предлагают нам ключи такого плана 10, 11, 12. Поймите меня правильно, возможно, для вас это ключи весьма хорошие, вы можете с них одеться. Но мы, люди, которые уже одеты в 900-й эквип, навряд ли сможем прокнуть себе какие-либо вещи, кованные титанами или закаленные в бою, с таких маленьких ключей. Все-таки с 15-х ключей хотя бы минимум падает 885, и если вещь уже будет заклина в бою, то это 890-95. То есть это уже неплохо. А уж если она кована этитанами, то там еще выше. Ну, конечно, предел 925. Она сегодня прогрузится вообще, нет? Алло. 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 Ого, не дало. Сейчас должно уже загрузить, но не дело. Это, наверное, челюсти ледопасти прогружаются. Да-да-да, да, по-любому. На паладина, конечно. Сейчас вот чекайте, чекайте. Сейчас упадет. Изи. Сейчас-сейчас, смотрите. Сейчас подбегу к этому сундуку заветному. Сейчас он прогрузится. Итак, 3, 2, 1. Добыча для специализации танк. Поехали. Близко, близко. Это кольцо Сометистовой крепости. Неплохо, неплохо. Ну, колечко неплохое вроде бы, да. То есть скорость вроде как набрана у меня на паладина, и ее там нужно 25-30%. Так что можно даже сделать замену. Да, почему бы и нет. Ну и зачарить, конечно же, на скорость. Итак, оденем новое колечко. Искусности сколько там дается процентов? 2,7. А универсальности? Ну, типа неплохо, да. Ну и выносливость общая повышается. Такое среднее, скажем так, колечко. Не самое лучшее. Самое лучшее было бы со скоростью. Но пойдет, пойдет. Будучи заменой 885 кольцу, пойдет. Хорошо. Если бы, конечно, было с сокетом или с третичной статой, или бы еще выше по уровню шмота, ого, я бы радовался, конечно, да. Но радоваться стоит луту Навара. Сейчас же по-любому челюсти упадут. Я, так сказать, настакал шанс чуть-чуть. Настакал я, ну да. Я же не прошу многого. Я всего лишь хочу челюсти ледопасть. Вот. Ну или там, вот, нерубский панцирь. Кстати, надо близко трона 6 тысячного проюзать. Вот сейчас, если лего упадет, вот что вы скажете тогда? Скажете, что прия читер. По-любому. Нет, вот тут я поставлю лут на неистовство. Да. Так. Вскрываем. Ну, ладно, медаль за терпение это... Это значит, уже близко легендарка. Шутка, нет. Бежим к нашему сундучку. И сейчас мы все пролутаем. Сейчас там легендарок. Да куча будет. Ну и полезных всяких шмоточек. Сейчас, сейчас, смотрите. Так, на танка, да? Ну что ж. Три, два, один. Поехали. Ну, это неплохо, конечно, тоже, да. Ну-ка. Что ты нам даешь? То есть это сила и проковая скорость. Ну, вы меня, конечно, извините. Но, ебать-ебать, это, конечно, это классно. Вот это, это, конечно, не челюсть литопасти. Ни разу. Но, это вы понимаете, сколько я буду скорости получать? Это я могу просто сейчас половину шмоток со скоростью снять и удалить. Ну-ка, ну-ка, ну давай-ка. Так. Так, одеваем, да? Теряем сколько универсальности? Три, два процента. Два с половиной. Да? Но, сейчас, смотрите. Ну, я не буду таких танковских. Хотя нет, я побью танковские, пожалуй, манекены. А, да. Три, два, один. Поехали. Открою это окошечко с целью отслеживания проков скорости. Сразу скажу то, что вот эти дополнительные все статы, рейтинги и прочее пишутся таким аддоном, как DejaCharacterStats. Если вам интересны аддоны, то зайдите в ВК-группу, там есть специальное обсуждение по этому типу. Итак, поехали. Мне просто интересно мое количество скорости при проке этого аксессуара. Я знаю то, что он прокает у кого-то относительно редко, у кого-то относительно часто, но надо добиться его прока. Я буду бить манекен до тех пор, пока не получу хотя бы один прок. Он мне нужен. То есть пока что 32, все на месте. Верим, надеемся, ждем. Сложная ротация у протвара. Три кнопки, на самом деле, как мне недавно доказывали. Ой-ой-ой, где проки-то? Вот не люблю я эти проковые три, я же почему все основное время бегаю, допустим, с цепями и с осколком, кристаллом вот этим. Так потому что вся суть в том, что очень, скажем так, ну, во-первых, статы на них хорошие. Во, 49% хосты. Ну да, короче, процентов так 5-7 можно точно срезать со своей экипировки. Можно срезать шею, как вариант. Это что-то весьма как-то грубо прозвучало, но все же. Да, можно как вариант заменить шею и сменить на вот такую. Сейчас мы найдем. То есть это дает скорость универсальность. Универсальность относительно стат. Ну, такой средненький в плане полезности. Скорость конкретно для меня уже не очень. О, еще разок прокнуло, да? Вот, можно как вариант взять шейку с квартала звезд. Типа вот такой. Универсальность, искусность. У Сангока нашего хила. Хил паладин, да, то есть который ходит со мной по подземельям, дамагает почти как дамагер, можно сказать, с бурста в каких-либо боссов. Что весьма полезно при фарме ключей. Ну и типа у него есть 915-я вот эта шейка с квартала звезд. Ник его Сон Гок. Сейчас напишу, чтобы вы поняли. Вот так вот. Сон Гок. Играет он на гордуне. У него есть эта 915-я шея. То есть если вы не хотите залазить на такие сайты по масштабированию какому-либо, то откройте его оружейку и обязательно гляньте, сколько там до кучи статов дается. Ну так же он использует осколок времени. Как и я. С недавнего времени. Минут. 7 назад мы ее дропнули. Эту триню. Да, классно на самом деле. У меня осколочек еще был давно до использования цепей. И я был доволен этим аксессуаром. Да, он не сильно часто прокает примерно. То есть получается такие триню прокают раз в минуту. Но это хороший прок. То есть то, что дается 17% скорости, это классно. Это половина героизма. Если это прокнет под героизм, вы только вдумайтесь, мои автоатаки будут идти очень быстро, и сокрушитель разгонится так, как надо. Это впервые за, наверное, 2 или 3 недели фарма какого-либо я дропнул полезную себе шмотку. Сказать, что я доволен, это ничего не сказать. Правда, на самом деле это классно. Спасибо вам огромное за просмотр. Я знаю то, что вы любите смотреть вот эти видосики по типу недельного вскрытия и прочих каких-либо. Не забывайте смотреть и другие различные моменты по типу там первые взгляды, прохождение пин-стоп формата мифик. Что, 90% не прокнуло? Да и иди ты далеко. То есть всякие там мифик плюсы, вы не забывайте их смотреть. Все-таки мне приятно на самом деле, когда вы смотрите такие моменты. Вот. Счастья вам, здоровья. Лута хорошего с недельных сундуков, если вы еще до сих пор не вскрывали. И до встречи.